Пожалуй, самым эффективным методом заботы о своем здоровье по-прежнему является профилактика. Если говорить о здоровье женском, в частности о репродуктивных способностях, то в этом случае профилактика начинается с простого обследования со сложным названием оценка авариального резерва. На эту тему мы беседуем с врачом высшей категории, акушером-гинекологом, репродуктологом Ольгой Юрьевной Новоселовой. Вариальный резерв — это запас яйцеклеток в яичниках. Это характеризует не только наличие яйцеклеток, а также их полноценность. И с возрастом, конечно же, из года в год снижается авариальный резерв, а также снижается их качество. Это настолько актуальная тема сейчас, потому что такая жизнь в женщин сложилась, что они сначала получают образование, они строят свою карьеру, потом они заняты поиском своей второй половины. И случается иногда такая ситуация, когда пациенты приходят к врачу с надеждой планировать беременность, а у них именно по этой причине, по причине низкого авариального резерва, не получается это сделать. Определить авариальный резерв достаточно просто. Достаточно сделать два визита в клинику. Первый визит делается женщиной на второй-пятый день менструального цикла. В этот день она сдаёт два гормона. Это фолликулостимулирующий и антимюллеров гормон. Второй визит на седьмой-восьмой день менструального цикла. В этот день гинеколог делает ультразвуковое обследование яичников, оценивает состояние яичников. И в этот же день женщина получает уже консультацию по состоянию её авариального резерва и получает консультацию по планированию беременности. И если у женщины есть тенденция к снижению авариального резерва, тогда врачи говорят, вы знаете, мы не можем ни на год, ни на день отложить планирование беременности. Вам нужно сделать это сейчас, иначе потом вы не сможете родить генетически своего ребёнка. Либо у вас есть возможность заморозить яйцеклетки, если это ещё возраст позволяет, потому что чем моложе возраст, тем лучше качество яйцеклетки, тем больше шансов у женщины в будущем, проведя программу ЭКО, получить своего собственного генетически своего ребёнка. Женщины у нас сейчас стали выглядеть замечательно. И в 40, и в 45, и даже в 50 лет не дальше их возраст. Но, тем не менее, у яичников существует биологический возраст. Ведь закладка яйцеклеток происходит у девочки ещё в внутриутробном возрасте. Закладывается миллион яйцеклеток. К моменту пубертата, когда девочка начинает менструировать, в яичниках остаётся всего 400 тысяч яйцеклеток. Но, соответственно, как я уже сказала, из года в год происходит снижение авариального резерва, происходит отрезея яйцеклеток, фолликула в гибели яйцеклеток. И также снижается их качество, потому что все те факторы, с которыми сталкивается женщина в течение всей своей жизни, это и приём лекарственных препаратов, это какие-то заболевания хронические, гинекологические, соматические, это влияние внешних факторов, внешней среды, приём лекарственных препаратов. Всё это сказывается, конечно же, на качестве яйцеклеток. Они также накапливают в себе это негативное влияние. И в яйцеклетке происходит перестройка в генетическом материале, и яйцеклетка теряет свою полноценность. Поэтому в возрасте 30 лет у женщины 50% полноценных здоровых яйцеклеток. В возрасте уже старше 35 лет остаётся только 40, ну а в возрасте уже 40 лет только 20% здоровых яйцеклеток остаётся в яичниках у женщины. Эта программа нацелена на женщин от 18 до 45 лет, но акцент мы расставляем на тех пациенток, у которых действительно старше 30 лет, и они в настоящее время откладывают беременность на будущее. На женщин, у которых были операции, либо планируются операции на яичниках, это очень важно. Женщины, у которых в анамнезе гинекологические заболевания, эндометриоз, миома тела матки, которые снижают авариальный резерв, ускоряют этот процесс. У женщин, у которых есть генетическая предрасположенность к истощению яичников. Конечно же, это пациентки с бесплодием, женщины, у которых в течение года нет беременности. И пациентки, конечно, с нарушением менструального цикла. Это вот такая целевая группа, она достаточно большая, поверьте. Жизнь диктует нам свои требования, которые иной раз противоречат законам природы. Однако современные медицинские технологии позволяют решить некоторые вопросы. Не все, конечно, но позволяют.